Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. И еще раз всем здравствуйте. Это Радио Болтком. Личное утро. Анна Смирнова и Олипек сегодня его проводят с вами. Доброе утро еще раз. И сегодня у нас в личном утре знаменитый наш латвийский спортсмен, участник двух олимпийских игр, 52-кратный латвийский чемпион Ефим Ильич Клементьев. Здравствуйте, доброе. Здравствуйте. Добавлю только погребли на каное. Погребли на каное, да. Добрый день еще всем радиослушателям, рижанам, гостям города Риги и, конечно, нашей красивой Латвии. И обсуждаем фотографии. Как раз мы обсуждаем ваши фотографии до перерыва. Так открою завесу тайны нашей закулисной. Фотографии, сделанные 20 лет назад. Да. А я еще был активным спортсменом. Ну, у меня большой спорт закончился в 2005 году. Ну, в 2006 я уже так потихонечку уходил со сцены спортивной. Но закончил большой спорт. Мне было 45 лет в 2008 году. Выиграв тракайскую регату 19-ю по счету. То есть, если я Латвию выиграл 52 раза, то тракайскую регату я выиграл 19 раз. И на этом я решил в 45 лет уйти со спорта и пойти в политику. Решение сложно вам далось? Да. Да. Потому что я долго-долго бился об стену с нашей федерацией погребли на каное. Что, ну, как бы, я еще готов выступать на олимпийских играх и на третьих, и на четвертых. Да, но мне федерация сказала возраст, извините, надо дать молодежи дорогу. Ну, я выиграл, все равно я выиграл, выиграл. Ну, решил все-таки, да, что может уже хватит. Надо мной уже начали смеяться на мировом уровне. Типа, покажите Климентеву паспорт перед стартом на Кубках мира или на Чемпионатах мира. Ну, если я на Олимпиаде выступал, мне было 37 лет, и я был в финале, занял седьмое почетное место. То на Чемпионатах мира и Европы я уже выступал в 43, в 44, тоже в финалах, в шестерке был, на Чемпионатах мира. И я решил действительно покинуть большой спорт, потому что у нас уже начал развиваться сеньорский спорт ветеранов. И я решил сразу же, весло не зачехлил, поехал на ветеранские игры. В тот же, ну, через год, в 2009 году в Сиднее, где выиграл шесть золотых медалей по ветеранам в Сиднее, в Австралии. И таким образом я немножко нашел себя в ветеранском спорте, я своим примером показывал нашим ветеранам, они все мои ровесники там были, потому что многие заканчивали спорт и уходили со спорта. Но я своим примером показывал, что нужно заниматься спортом. Да какой возраст себя чувствуете? Как я раньше писал, мне когда было 45, я говорил мне 25, но сейчас на 27, вот честно скажу. Ну, внешне вы действительно не изменились, если посмотреть на эти фотографии, то как будто они сделаны были сегодня, только они черно-белые, это, наверное, выдаёт. Я немножко, я не только гребет на данный момент, я ещё выступаю по жиму штанги в Латвии, все меня знают, 50 килограмм жму 200 раз, рекорд вообще 222 раза от груди, при весе 85 килограмм я вешу, 50 килограмм 222 раза. Занимаю призовые места в Латвии, не только по сеньорам, а вообще по молодёжи, там одна группа, главное выступить на 50 килограмм. То есть меня все знают уже в бодибилдинге, да, и там когда приходят с такими мышцами, они могут там 70 раз выжить только 50 килограмм при весе там своём 110 килограмм. А я такой хиленький, у меня ещё руки длинные, как вы видите, как у гребца, мне тяжелее, потому что амплитуда движения очень большая, а эти маленькие такие все делают, а я так с амплитудой делаю по 12 минут 222 раза, не останавливаясь, нельзя ложить штангу на перекладину на эту. То есть это можно в Ютубе посмотреть, если вы мне не верите посчитать, 222 раза 50 килограмм 2 года назад выжил, когда мне было 55 лет, так что. Каждый день спортом занимаетесь? Ну практически да, у меня сейчас получается, я сейчас безработный, потому что как Рижскую Думу. Потому что пошли в политику? Нет, Рижскую Думу уже у нас разогнали, я был депутатом 10 лет, отвечал за спорт города Риги, действительно, я был заместителем председателя комитета образования и культуры и спорта, заместителем, да, и 10 лет я как бы прорабатывал эти все вопросы. Я вашему коллеге уже говорил перед эфиром, что почему я пошел в политику, потому что спорт, он, конечно, не вечный, а политика все-таки, без политики ты не сделаешь спорт в городе. Нужны какие-то связи, как бы влияние какое-то на тот же департамент спорта, на олимпийский комитет, на федерации разные, да, и вот поэтому я стал политиком, и как бы у нас была сильная команда эти 10 лет. И мне повезло, что мы сразу встали в позиции, мы могли какие-то решать проблемы, глобальные проблемы. Вот что было решено? Вот в этом журнале за 10-й год, почему я его принес, там у меня написано в статье «Сделаем Ригу спортивной». Я сразу же ходил к нашему мэру города и говорил, нужно делать то-то-то, делать в каждом микрорайоне свои детские спортивные площадки, велодорожку отремонтировать, бывшую Рубикса, Засу, Лаукс, Иммонта, Бабита. Сейчас мы прорабатываем, чтобы продлить эту велодорожку до Юрмула, потому что она в ужасном состоянии, Бабита, Прэдэйна, Лелупа. Вот, и как бы мне удалось многое что сделать, если вы увидите, что сделано в больших районах, микрорайонах города Риги, их у нас 13, будем так считать, не считать, а маленькие, да, сделано очень многое при стадионах, школах, сделаны спортивные городки. Не знаю, это моя личная заслуга или то, что я делал свое, как говорится, направление, давал департаменту, мэру города, председателю нашего комитета. То есть они слушались, брали это во внимание. То есть вот думайте и считайте, как нужно. А сейчас я являюсь кандидатом в депутаты Рижской думы от партии «Альтернатива», что я благодарен, потому что в той партии, в которой я был, там уже как бы, ну не то, что я потерял интерес, просто там уже, как говорится, на одном месте сидеть долго нельзя. Нужно что-то менять, потому что там люди уже как бы привыкли к работе, и я вот избрал эту партию новую, она такая, вот не такая звучная, да, но там больше молодежи и больше активистов, будем так говорить. Там больше спортсменов, которые меня поддерживают, я хочу пользоваться случаем, поблагодарить им, я думаю, что у нас все получится. Чем вы как спортсмен отличаете от себя политика? Хороший вопрос, спасибо. В спорте, в первую очередь, дисциплина. Я иду, когда на выборы, я вот сейчас пойду уже на четвертые муниципальные выборы города Риги, у меня девиз «меньше слов, больше дела». То есть я мало говорю, это вот у вас сегодня я говорю много, да, вообще-то я своим примером, я своим примером показываю людям и доказываю на своем примере, что нужно меньше говорить, а делать. И тоже вот кто меня слышит сейчас, радиослушатели, они знают, что я хожу или ходил на протяжении 10 лет по школам, по нашим школам, их у нас в Риге 115. Но я, конечно, все школы не обошел, но у меня были такие приоритеты школы, где меня приглашали учителя, директора. Я ходил своим примером ученикам, даже там третьему классу, пятому, десятому. Иногда приходил с гирей, со своими медалями, говорил, что нужно заниматься спортом. Не обязательно там станешь чемпионом, да, но у тебя должны быть кумиры, у тебя должны быть какие-то цели. Так же и в политике. Если у тебя нет цели, ты в политике ничего не добьешься. И я когда вижу, как наши политики, я не буду называть фамилии, или депутата Рижской думы, или депутата Сайма, выходят на трибуны и таралякаются, и там положено 3 минуты, 5 минут. А на деле они ничего не показывают, не делают. То есть поговорили, поговорили, их зафиксировали, все, какой он молодец, какой хороший политик. А в итоге что? Результатов нету. Перед выборами все будут обещать много чего. А когда стали депутатами, я их всех хорошо знаю, которые сейчас сами депутаты, они много чего перед выборами обещали. И мне обидно за нашу Латвию, за Ригу, то, что у нас много говорунов, а дела-то нету. Вы смотрели сериал «Домашний арест»? Еще. Не смотрели «Домашний арест» сериал? Нет, нет. Там была просто как раз политика баллотирующаяся. У меня, к сожалению, нет времени. Все говорят, а я делаю. Все говорят, а я делаю, был его лозунг, да. Нет, у меня, к сожалению, нет времени на телевизор, потому что у меня действительно не хватает иного времени. Я ложусь спать иногда в час ночи. Ну, я тоже говорил и говорил, что я иногда выхожу на тренировку в 11 вечера. У меня такие моменты были. Я на воду вышел, в 11 вечера у меня белая каноэ. Подождите, а где удается так вот водить? В центре. В центре я тренируюсь. Тоже спасибо директору базы, который меня еще пускает на эту базу. У меня там хранится моя лодочка, в которой я еще выступал давно-давно-давно. И я выхожу на воду. Потом, ну, получается раз в неделю, иногда два раза в неделю. Если готовлюсь к каким-то, ну, большим соревнованиям, я чаще выхожу. В этом году, к сожалению, я соревнования пропускаю, чемпионат мира. Буду на Украине, я туда не поеду. Ну, тренируюсь ежедневно. Вот перед вами, перед тем, как пришел в эфир, выжимал штангу у себя. То есть, во сколько вы встали, если вы ложитесь сейчас ночью? Во сколько вы встали? Да, иногда, получается, сегодня встал 8. Иногда, получается, сейчас я говорю, я опять повторюсь, безработный. То есть, мне на работу ходить не надо. Иногда могу позволить себе до 10 поспать. Потому что школа закончилась, у меня трое детей, которые, двое из них учатся еще, да, тоже мешают иногда выспаться. В принципе, я свои 6 часов ночи высыпаю, а если не досыпаю, я могу днем себе позволить днем поспать, как спортсмен. И мне спортсмены понимают, мы спортсмены всегда спали час-два перед тренировками. То есть, я могу себе в любое время пойти куда-то поспать и днем. То есть, я высыпаюсь. Школы. Вот что, в чем проблема в современных школах в плане физической подготовки? Почему такие хлипкие современные люди? Это вот мой сынуля, будем так называть, сынуля, да, он меня сейчас тоже слушает по радио, Иван Климентев, он закончил только что 9 классов, вот, ему повезло с папой. То есть, я его как бы тренирую, он тоже у меня штангу жмет, и он, когда ко мне приходит и начинает жаловаться, вот, я сейчас не хочу про всех учителей физической культуры это рассказывать, но, к сожалению, учителя немножко стали ленивыми. У них, может быть, сейчас много писанина, да, они там отчеты пишут, у меня брат старший, Петр, работает в Плявницкой 88-й школе уже 35 лет, и он мне тоже говорит, иногда надо много писать отчетов, чем больше делать. То есть, это говорится, что меньше дела, больше практики, да. Вот, и сын приходит, говорит, папа, я не понимаю наших учителей. А то они приходят, могут мячик бросить, типа, гоняйте мячик 45 минут или 40 минут. То есть, нету никаких нормативов, да. Вот в наше время были нормативы, ты должен был мячик бросить, пробежать 100 метров или 60 метров, да, отжимания, подтягивания, сейчас этого нету. То есть, последовательность какая-то дисциплина. Все болеют, то есть, у них справки у всех. Ну вот, приходят на урок в физической культуре, 25 учеников в классе, из них 18 человек болеют со справками. Сейчас справку получить, да, они все хилые, ты можешь прийти, тебе дадут справку, потому что он действительно хилый. Потому что они сидят в мобильниках. Я говорю, я раньше ходил с двумя эспандерами в руке, если кто знает, что такое эспандер, это кожаный шарик такой, кругленькое колесико. Я ходил одну руку, качал вторую, потому что у меня гребец, мне нужно, руки сильные, пальцы были. Сейчас все ходят с двумя мобильниками в руках или с одним, да. То есть, один рукой мобильник, другая сумочка. То есть, они не знают, что такое физическая нагрузка. И поэтому я вот, когда приходил в школу и своим примером начинаю там поднимать гирю 32 килограмма свечкой, это даже гиревик не поднимет так, они все удивляются, они ее от пола оторвать не могут. А я так хоп, свободно, и свечкой поднимаю так. Мужчины меня понимают. Вы, кстати, сына назвали в честь брата? Нет. Все так думали, думали, думали. Я первых двух дочек назвал. Первая у меня дочка в честь мамы Александра, вторая Елена я назвал. А потом моя супруга сказала, Александра, она, кстати, тоже чемпионка мира по байдарке. Она назвала, говорит, мне нравятся такими Артем или Иван. Я говорю, назову Ивана. Но она сразу сказала, это не в честь твоего брата. Не знаю почему, но Иван действительно такое имя, ну, хорошее имя, действительно, Иванушка. И я так рад своей супруге, что она родила мне сына третьего, да, и назвали Иваном еще. Ну, может быть, это сейчас уже как бы так. Играет какую-то роль, что он такой гордится, я тоже депутатом буду, у меня брат знаменитый, я олимпийский чемпион и так далее. Нет, не в честь Ивана, сразу же скажу. Но у вас с братом была какая-то такая, может быть, ну, не родственная конкуренция, а спортивная конкуренция? Да, была, была. Поэтому, может быть, даже зависть друг к другу. Ну, у нас, во-первых, конкуренция сразу же была, потому что он старше меня, он был сильнее и в техническом плане, и в силовом. А потом мне стало обидно, как так, он меня выигрывает, а я не могу победить. Ну, я его потом побеждал. Но в итоге были такие моменты, даже в 92-е годы, если взять, я выиграл всесоюзное соревнование Юлии Репчинской в Москве. Но на Олимпийские игры у нас едет только один участник на дистанцию, и Иван, как более опытный уже олимпийский чемпион был, чемпион мира, и все-таки ставили его. Хотя, если так нас поставить на старт, еще неизвестно, кто кого выиграл бы, да? Но, когда он приезжал с олимпийской медалью, конечно, потом, и вот у меня так случилось, что в 97-м году, когда мы поехали на последний его чемпионат мира в Канаду, он не смог выйти на старт, у него там спину прихватило, и я его заменил на этой дистанции на тысячу метров. И я попал в финал сразу же. И так моя началась карьера с 97-го года на большой арене. Потом я уже не пропустил на протяжении 10 лет, не пропустил ни одного чемпионата мира и Олимпийские игры в финал. То есть я был в финалах в шестерке. Только Олимпийские игры у меня седьмое место было. Но это тоже был такой, ух, хороший результат, несмотря на возраст. Поэтому, да, у нас бывает такое, что если ты старше и опытнее, тебя ставят на эту дистанцию. А сейчас у нас, к сожалению, по-другому. Главное быть молодым. И всё. Но у вас было ощущение несправедливости тогда? Было немножко, обидно было, да. Немножко было обидно то, что я не достиг того, что я мог достигнуть, потому что развал Союза был, как вы помните, в 91-й год. Но я благодарен судьбе, что я встретил свою супругу. Немножко хочу затронуть это внимание. Мы познакомились с ней в сборной Советского Союза в 88-м году. И через год мы поженились. И у нас сейчас прекрасные дети трое. И уже внучки пять лет. И вот, может быть, это судьба. Кто-то не добывает таких результатов в спорте, но у них в семье... Все складывается. То есть у меня такая судьба. Ну, кстати, вы с братом сейчас в разных партиях. Опять же у вас какая-то конкуренция на политическом уровне. Как бы, да, Саскане все-таки партия была... Я в ней был почти 20 лет. Но так сложилась ситуация. Я не хотел, чтобы так все было. Но то, что происходило последний год, после лидера нашей партии, когда он переизбрался в Европарламент, у нас началась там такая заваруха, что лучше не пересказывать это все. И поэтому мне было стыдно, как известному спортсмену. Я приходил в спортивный зал, и мне говорили, что у вас там происходит. Хаос такой. И действительно, то, что делается, я считаю, делается к лучшему. И я думаю, что я выбрал правильно свой выбор. Может быть, не такая известная наша альтернативная партия, но, может, время покажет. Может быть, мы что-то и добьемся в Риге или других муниципальных и саймовских выборов. То есть мы растем. Нельзя сразу же показать результат. Хоп, и прыгнул. Я думаю, что у нас партия такая, что очень много активных ребят. Я думаю, что мы себя еще покажем. И этот наш эфир будет не последний здесь. Мы еще будем работать вместе и, как говорится, добиваться того, что мы хотим. У меня есть цели. То есть мне нужно продолжить эти цели, которые были начаты мною за город спортивный. Я хочу это продолжить. Мы вот как раз говорили, ведь нету грибного канала. Да, нету грибного канала на Луцсуфсале. А был бы грибной канал на свежем воздухе. Нам не надо много земли. Нам 200 метров поставить финишную вышку, трибуны последние 100 метров и натянуть дорожку, водные дорожки. Они на зиму убираются. Вода есть, акватория есть. И построить маленькую плотину, чтобы течения не было. Тогда мы можем проводить чемпионаты мира, Европы. К нам будут приезжать туристы. Место очень хорошее. Сейчас там навели мы порядок за эти последние 5-6 лет, когда я был в Рижской думе, там почистили все. Но грибного канала нет. Там спортсмены тренируются. База есть, хорошая база. Но понимаете, грибной канал – это как бассейн. Если у тебя нет дорожки в бассейне, ты можешь плавать, ты не чувствуешь дистанцию. То есть у нас должно быть чувство дистанции. Ты проходишь эти 50 метров, ты чувствуешь, осталось еще 50. Буйки эти, да? И когда грибной канал, там, конечно, начнется очень хорошо все. Сейчас мода пошла сапы, если вы видели эти доски и свислом грибут. Это не то. Стоя? Да. Там нагрузка на позвоночник, на спину идет. И это очень опасно. Я думаю, что когда человек грибет на сапе по центру речки, он не понимает, не сознает то, что он может перевернуться, захлебнуться, попасть, переохладиться горячее тело в холодную воду, он один грибет без спасательного жилета. Никто на это не смотрит, не обращает внимания. Но это очень опасно. Если у нас в байдарке ты начинаешь грести, тебя одевает обязательно спасательный жилет, с тобой едет рядом катер с тренером. Оттуда я смотрю, девочка грибет, две девочки, три девочки, по центру Далговы грибут, и ничего у них, не из-за жилетов, ничего. Хоть к ноге привяжет этот спасательный жилет. Я с вами соглашусь, это воспринимают как развлечение, наверное. Сейчас мне буквально на выходных предлагали поехать в Сигуду, но говорили о том, что это очень расслабляет. Поверьте мне, я пробовал сап, и после канои я на сап никогда не встану. Потому что в байдарке ты сидишь, сидя в канои ты стоишь на колени, у тебя все равно какая-то опора есть. Оттуда я пробовал на сапе, у меня потом спина болела, потому что там можно грести как слева, так и справа, да, но ты стой гребешь, у тебя весло такое неудобное, длинное, и скорость немножко другая. Ну, этот вид спорта развивается. Я думаю, что он будет через, может быть, 8 лет олимпийским даже. Потому что идет это что-то, новшество какое-то входит, но в Латвии еще это только начало. А что каноя дает человеку, например, занятие этим спортом? Как у нас есть девиз «Хочешь быть здоровым втрое, занимайся на каноя». Во-первых, каноя дает равновесие. Если у тебя нет равновесия, концентрацию. То есть ты, когда гребешь каноя, ты гребешь с одной стороны на колени. Все говорят, вы все кривые, мы хромые. Нет. У нас помимо канои мы еще развиваемся на суше. То есть мы штангу делаем, мы бегаем, мы плаваем, футбол играем. То есть у нас все развитый вид спорта. Но он дает то, что я сказал, равновесие, концентрацию, внимание. Даже гребешь, когда ветер дует, ты смотришь, ага, волна идет. Ты уже концентрируешься, у тебя зрение тоже играет все это. То есть я считаю, что для меня больше каноя нравится, чем байдарка. То есть каноя для меня все. Я вот бегу, я благодаря каное нашел себе супругу. Жизнь, как говорится, жену Александру, спасибо ей за это. Мы так далеко познакомились с ней, но живем уже на протяжении более 30 лет. Согласие, как говорится. В ваших политических амбициях она вас поддерживает? Волнуется. Я наверняка знаю, что она сидит, волнуется больше, чем я сейчас, слушает меня. Да, она меня поддерживает, и она тоже меня поддерживала, переживала, очень сильно переживала, что у нас происходило в Рижской думе последний год. И действительно, как многие политики у вас были, они вам уже тоже это рассказывали, что мы должны были, у нас должна была быть дисциплина в команде там. И я, многие, которые интересны, там надо было голосовать, я не хотел голосовать. Но я не скажу, что нас заставляли. Но, если ты не проголосуешь за то или иное, просто типа вызовут на ковер потом, и, как говорится, Как в спорте, так и в политике дисциплины. Нет, в спорте немножко было такое, да, в советское время. Если ты не слушаешься, тебя не брали в команду. Там командные лодки были у нас. Но сейчас немножко другое. Сейчас все открыто. Те могут подставить, прослушать, придать где-то. Вот это мне не нравилось в последнее время. Поэтому я выбрал то, что я выбрал. И действительно, я после того, как Рижскую думу распустили, там 24 февраля, я не спал очень долго. Я не хотел, чтобы нас распускали, потому что я знал, что придут другие люди, они примут тот бюджет, который им понравится. А у меня много друзей, спортсменов, которые действительно ждали от этого бюджета что-то новое. И действительно так случилось, что через месяц пришли эти трое, которые сейчас правят Ригой. Они приняли бюджет такой, как им надо. Они поувольняли многих других из департаментов людей. И сейчас что есть, то есть. Поэтому я переживал не за себя, честно скажу. Я всегда найду себе работу, найду себе какую-то мотивацию, чтобы продолжать. Или тренером пойду, или где угодно, кем угодно. Но мне обидно за нашу Ригу, что происходит сейчас в Риге. Вы посмотрите, ну пришли новые. Через полгода придут еще новые, в августе, в сентябре. Ну что, изменится что-то? Опять придут и начнут делать то, что делают сейчас сами люди. Что у нас что-то растет в Риге, в Латвии? Ничего не растет. Все только опускается, опускается, опускается. И вот я пришел на вашу передачу, чтобы действительно донести до наших радиослушателей, что я пришел в политику, опять иду в Рижскую думу, не для того, чтобы получать зарплату. У нас зарплата там, ну зарплата есть, как и у всех зарплата, 700-800 евро, как у депутата. Но я хочу туда стать депутатом, чтобы действительно наша Рига процветала в спорте, чтобы наша молодежь не ходила по улицам. У нас было доступно открытые спортивные секции. Может быть, не бесплатные, потому что если будут бесплатные секции, все побегут просто. Ну и бесплатно, вот гребли, пожалуйста, приходите, у нас бесплатно в основном. Вот эти вот, которые плавание, лёгкатлетика, там, конечно, что-то они платят, какие-то взносы. Но я хочу, чтобы наша молодежь видела бы, что у нас город развивается. Я еще, когда к Ивану ездил в Испанию 20 лет назад, вы видели бы, какие там стадионы спортивно строятся. У них в одном городе, в том же, допустим, Мадриде, только, ну, грубо говоря, 50 бассейнов. Так, я, может, больше, может, меньше. У нас два бассейна. Кипсала и СКА. Не знаю, работает, не работает. Ну, еще и Далговый бассейн, да, Крышенбарена. Два бассейна на весь город. Почему у нас так мало? У нас два стадиона. У нас нету велодорожек нормальных, велотреков. Вот ко мне велосипедисты приходили, говорит, у нас раньше в советское время был велотрек. Сейчас нету велотрек. У нас хорошие велоты, ну, кто на велотреках. Слава Богу, построили трассу Бэймикса, да, но у нас мало спортивных сооружений. Надо строить. Не магазины, да, продуктовые, не эти башни, вышки или старую Ригу там реставрировать. Ну, надо, я говорю, уделять внимание больше инструкторам спорта, потому что молодежь растет, если доступно будет все это, красиво, они будут приходить и заниматься спортом. И у нас будет спортивная, хорошая нация и поколение. Ну что ж, мы сделаем сейчас небольшой перерыв, потом вернемся. Микс Ньюз. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Латвийский спортсмен-каналист Ефим Клементия сегодня в нашей студии. Мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы стала Рига более спортивным городом. И вот, кстати, мы говорили ведь о том, что в школах физическая культура не очень развита. Как, может быть, здесь не только мало знают и о истории спорта в Латвии, то есть, может быть, физрукам стоит больше обратить внимание, рассказывать о спортивных... Олег, физруки, вы на вас часто обидели за слово физрук. Преподаватель... Преподаватель физрук. Да, тоже хороший вопрос. Спасибо вам. Когда я приходил в школы и рассказывал о себе, не только о себе, о своих друзьях, о спортсменах в Латвии, и многие преподаватели не знали, да, сколько у нас в Латвии олимпийских чемпионов. То есть, не знают. Хотя у них в каждой школе сейчас висят портреты, даже я там вишу, да, портреты наших олимпийских чемпионов, но они не задают вопросы на... Вот выстроилась бы линейка в школе, допустим, и учитель бы физической культуры у восьмиклассника спросил, а ты через год, два, три заканчиваешь школу, назови мне хоть одного олимпийского чемпиона. Я думаю, что навряд ли бы кто-то назвал бы там. А у нас их 23 олимпийских чемпиона. В Латвии всего, с 56-го года. То есть, другой вопрос, почему у нас такие дети как бы физически неподготовленные? Я тоже этот вопрос поднимал, когда был депутатом и только начинал свою политическую карьеру. Я задавал вопрос, давайте я говорю, в каждом школе, в тренажерном или спортивном комплексе установим какие-то тренажеры. у нас кроме мячей, скакалок, там, я не знаю, гантелей или футбольных мячей, насосов, ничего больше нету. А если в каждую школу, ладно, вот компьютеры сейчас покупают. Один компьютер стоит, ну, полторы тысячи, если хороший компьютер. Тренажер стоит тоже полторы тысячи, но ты его поставил в уголок, все, он стоит, на все группы мышц можно. Девочкам одни тренажеры, мальчикам другие. И на этот тренажер можно делать какие-то комплексы упражнений. Пожалуйста, люди тогда уже будут физически заниматься мышцы качать, как говорится, а не мячик гонять. То есть, в школах у нас только мячики гоняют и бегают, все. У нас физической нагрузки нету. Не все могут попасть в тренажерный зал, потому что абонемент стоит дневной, там, 29 евро, а повседневный, там, 39 евро. То есть, не все родители могут позволить своему ребенку попасть туда в тренажерный зал. Вот я считаю, что нужно этот тоже вопрос продумать, чтобы были какие-то в школах нормативы, да, элементарные нормативы, там, пробежка, отжимания, подтягивания, и давали бы хотя бы значки какие-то. Золотой, серебряный, бронзовый. Поощрение. Да, поощрение. В конце года сдавать нормативы, ты нацепил этот значок и хочешь с гордостью, как у нас раньше было в наше время, да, первой, второй и третьей степени. Этого сейчас тоже нету. Этот вопрос тоже поднимался. У нас были даже разработаны с братом, с Иваном, он подавал поправки в Сайм, эти все, президентские нормативы, так они и назывались. Тоже это как-то лежать на полочках, то есть, это никому ничего не нужно. То есть, у людей нету цели, мотивации, к чему стремиться. Ну что, он пошел, пробежался там 100 метровку или 60 метров девочка, мячик бросила, ей записали там, может метр добавили, секунду прибавили, все, он типа сдал норматив и все, он ушел. А когда есть какие-то цели, мотивации, идти надо к этой цели, и все, это будет, как бы, результат будет налицо. У нас же в нашем виде спорта тоже есть нормативы. Первый разряд, второй кандидат, международник, заслуженный. То есть, мы когда начинали заниматься греблей, мы стремились, чтобы получить первый разряд кандидата, мастера, международника, заслуженного. То есть, я считаю, что нужно что-то думать в школах и больше приглашать наших известных спортсменов. У нас их очень много сейчас известных спортсменов, не только по гребле или по лёгкатлетике, у нас здесь филеисты хорошие, чтобы они своим примером приходили в школу, рассказывали о себе. И телевизор, у нас сейчас телевизор, интернет, радио, пожалуйста, все это можно, информацию доносить до наших радиослушателей, чтобы знали, не то, что там рекламируют продукты питания или ещё что-то, вот действительно, чтобы наша нация росла здоровой. Но 23 олимпийских чемпиона, это много или мало? Это очень мало. И если взять соседние наши СНГ, страны, ну взять ту же Белоруссию, к примеру, у них за Олимпийские игры иногда проходят 15 олимпийских чемпионов только за одни Олимпийские игры. В нашем виде спорта иногда получают они три золотые медали в Гребле, белорусы. У нас в Гребле последняя медаль была в 96-м году Ивана Климентева. Последний раз в Гребле. Вот спасибо Марису Штромбергску, который получил две золотые медали по БМК, потому что этот спорт только развивался. Да, так в принципе, сейчас у нас зимники получают медали благодаря нашей Сигултской трассе, я считаю. Если бы не было этой Сигултской трассы, у нас тоже плачевное состояние было бы в спорте в зимниках. А в Гребле, почему у нас так, я уже говорил, потому что нет своего грибного канала. Тренироваться на речке, на озере, это одно, а когда у тебя есть свой грибной канал, там пройдут, я думаю, что пол бы города прошло по Гребле, в Греблю туда прошли бы эти все, начинали бы. А в других странах есть эти грибные каналы? Да, и опять возьмем, тут же Белоруссию, там два грибных канала очень хороших, в Минске, да, в Москве есть канал, в Польше, это уже Евросоюз, в Тракай, если вы знаете, Литва есть грибной канал, там у них проходят Балтийские, эти международные европейские игры, да, Европа, мир даже проходил, в Тракай, рядышком, 300 километров, у них там озеро, ну, построен грибной канал, то есть, у них там ветер, там не фиксируются результаты, как бы эти, а у нас вот речка рядом, в центре города, пожалуйста, только надо построить вышку, это за полгода можно сделать, было бы желание, и нужно на все это всего лишь 10 миллионов, вы считаете, или отдать деньги на вооружение, вооружаться, на военную технику, там на снаряды и так далее, там, не знаю, почти миллиард, или у нас 10 миллионов построить грибной канал, который останется для города на протяжении 50 лет минимум, его только надо будет поддерживать и все. Вы считаете, нужно сократить расходы на оборону? Я считаю, что да. Почему? Потому что не надо так, акцентировать внимание на обороне, ну, не будет того, что они там пишут, говорят, надо, наших детей, как говорится, если они будут здоровые, сильные, они ничего не будут бояться, не надо будет это деньги тратить, а если они будут хилые, они не пойдут даже воевать, или там защищать свою родину, потому что, ну, не будет того, что люди встанут и побегут, защищат, не будет этого. То есть, сейчас не обязательно, как говорится, вооружаться и тратить деньги, это опять политические вопросы, понимаете, это многие партии, может быть, на этом наживаются, на этом вооружении, а страдает мирное население. Лучше мы отдадим эти деньги на медицину, тем же преподавателям, учителям в школах, мамочкам, которые получают все пособия, пособия, по-моему, за первого ребенка 150 евро, а потом, как моя супруга, получает за третьего ребенка 67 евро. Что такое 67 евро? Дети растут, как на дрожжах, надо одежду покупать, все остальное, поэтому у нас такая рождаемость, маленькая, я так буду говорить, потому что у нас мамочки не хотят дрожать, очереди в детских садиках тоже, детские садики, ну, не так благоустроенные, как хотелось бы, детских площадок, садиках, они в плачевном состоянии, вот, поэтому надо вначале сделать все, чтобы у нас росла новая, ну, наше поколение росло здоровым, красивым и сильным, а потом уже вооружаться, если у тебя есть, останутся деньги, я считаю так. Вот вы говорили в первой части о том, что уходят старые, приходят новые, и в целом эта карусель, она себя повторяет, и ничего не меняется, несмотря на то, что политики меняются, можно вспомнить Карамзина, не что ни нового под луной, и все, что было, будет век, на ваш взгляд, ваша партия, что-то новое будет, или это тоже вот эти слова, которые вы говорите сейчас, которые, возможно, нереализуемы? Я считаю, я считаю, что у нас будет новое, потому что мы не будем уже идти, ну, под каблуком находиться у своего лидера, потому что у нас лидер сейчас очень, как говорится, активный, активный, сильный, молодой, я считаю, что мы будем делать свое какое-то решение принимать, потому что раньше мы принимали решение своего лидера, да, у нас был такой, как говорится, хаос там, потому что мы не могли ничего, как говорится, противиться. Сейчас у нас будет, мы пришли к общему мнению, уже приходим, мы собираемся перед выборами, встречаемся на своих маленьких встречах, и мы думаем, что у нас будет, мы будем делать то, что будем прислушаться даже к мнению других партий, да, и будем не так, что вот мы хотим, наша партия хотит это, и мы будем только делать то, что мы хотим, нет. У нас будет, если мы проходим в Реческую Думу, мы будем сотрудничать с другими партиями. Я думаю, что мы найдем общий компромисс, чтобы у нас было все хорошо, действительно, для народа города Риги, а не так, что вот мы пришли, власть взяли, ну, я не говорю, что мы власть возьмем, да, но мы пришли в Реческую Думу, и мы все делаем только то, что мы хотим, нет, надо прислушиваться всегда. Вот как в нашем виде спорта, если ты сидишь в одной лодке, и один гребет справа, другой слева, и один гребет чуть-чуть, а другой сильнее гребет, лодка не поедет, она будет расшатываться. Так и в политике, если пришли в Реческую Думу, допустим, до этого было 7 партий, ну, придут 5 партий. Если мы не найдем общий компромисс, опять пострадает рижане, понимаете, поэтому я считаю, вот я вам отвечаю за свои слова, если я стану депутатом Реческой Думы этого созыва, я буду прислушиваться к мнению, я буду показывать свои, как бы, зубы, и буду добиваться того, чтобы наш городской рижанин, рижанин города Риги жил бы лучше, чем он живет сейчас. Ну, на компромиссы вы готовы идти? Да, я пойду, потому что мне уже терять нечего, я уже в политике очень давно, и я был депутатом более 10 лет, и поэтому мне бояться нечего. Я до этого уже так в последнее время не боялся, поэтому, может быть, я и ушел из той партии, да? Да, потому что, ну, нельзя сидеть и делать то, что говорят другие дяди и тети там сверху. Вот есть интересный момент, что в голосовании на прошлых выборах вам ставили на плюсики, вы поднимались там с 60-го места, если не шесть, там до 13-го. То есть это, в принципе, говорит о том, что люди, ну, как бы дают кредит доверие. Уважаю, доверяю. Действительно, я отвечаю за свои слова. Да, меня мои ставили, друзья, по партии ставили подальше, лишь бы не прошел бы, я так считаю. 53-м номером я шел, два созыва я шел 53-м, а первый созыв я шел вообще 61-м. Я проходил трижды восьмой, а последний раз одиннадцатым прошел. Я четыре раза баллотировался в Режскую думу в 2005 году еще с Юркансом, когда я не прошел. Я трижды был восьмым, проходил бы, да? Дважды я прошел восьмым, а один раз я прошел одиннадцатым. Это несмотря на то, что мне стали 53-м. Я себя не рекламировал ни на автобусах, ни на плакатах в городе, ни в эфирах, ни на телевидении. Я просто известная личность. Не то, что я Климентев, я Ефимий Климентев, да? И действительно, когда я прихожу ко многим спортсменам в спортивные залы, где я их награждаю, поддерживаю финансированием, я участвую во всех этих конкурсах по финансированию, меня все знают не только в Латвии, меня знают в мире. И когда я их встречаю где-то там, неважно где, они говорят, спасибо, Ефимий, что ты у нас есть в Режской думе, и благодаря тебе у нас построено то-то, отремонтировано то-то, мы получили финансирование от того-то, спасибо тебе. В мое время не было того, что сейчас получают спортсмены в Риге премии, даже за Кубки мира, за Европу, за мир, за шестые места, за третьи места. В наше время с братом этого не было. Сейчас они получают премиальные. Они могут заниматься спортом, то есть за то, что они показывают результаты, они получают премиальные. Это очень хорошо. Я не знаю, благодаря мне это или нашей партии бывшей. Но я считаю, что я сделал много для Риги. Я сейчас не буду хвастаться, это будет, может быть, некрасиво. Но я считаю, что я 10 лет был депутатом Абриджской думы и заместителем председателя комитета образования и культуры и спорта. Я внес роль города Риги в то, что сейчас есть. Почему так вам однопартийцы вредили? Потому что конкурент. Вот кто такой, я не буду называть фамилии, а кто такой Клементьев? Я многих отодвигал на второй план. Понимаете? Это как в спорте. Если ты все время выиграешь, 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 ты всем надоедаешь. Тебе в итоге захотят убрать. Каким путем это уже? По-разному. Тоже сейчас в эфире не буду это рассказывать, да, как меня выбирали со спортивной арены. Мои конои прятали в кустах, чтобы я не мог выйти на старт. Но это так вкратце. Но в политике это другое. В политике тебя могут подставить, просто подставить. Не важно как. И это убрать конкурента. Если ты все время, как у тебя рейтинг все время высокий, да, ты, может, не лидер, да, партии, но ты где-то входишь в шестерку, ты кому-то бельмо в глазу, и тебя захотят убрать те, которые за тобой. А вдруг я не пройду на этих выборах, а он опять пройдет. Так давайте его уберем, и все. И решим проблему одно место. Вот это. Это было мне так неприятно, что когда я об этом узнал, что меня вот так, я столько лет отдал спорту, столько лет отдал политике, и вдруг меня не хотят видеть в моей партии. Те же, которые сидели со мной столько лет рядом, и я голосовал так, как они хотели, но я всегда противился многим вопросам, но я все равно делал то, что делали, у нас была дисциплина, и я просто не плакал, но я ночами не спал, честно вам скажу. Моя супруга меня всегда сдерживала. Я уже хотел звонить, там, ругаться, она говорит, не парься. Говорит, все равно все, что делается, делается к лучшему, значит, так надо кому-то. С коррупцией вам приходилось сталкиваться? Да, приходилось, честно скажу, приходилось. Это были тоже неприятные вопросы, я много, даже по себе, я много доказывал, что это не так. Да, я в итоге доказал, я даже был вызван в КНАП, и там я доказал, все у меня нормально было, но то, что происходило у нас последние там 3-5 лет, ну, 3 года последних, будем так говорить, 5 лет, но 3, когда пришли новые политики, они начали под нас, как говорится, копать. Даже если не накопали, но они нам изгадили жизнь. Я тоже ночами не спал, мне было так неприятно, что под всех нас копают, а на себя посмотрите со стороны, какие вы. И да, имя было нашей партии запачкано, этой коррупцией, но в итоге мы выдержали, и то, что сейчас случилось, ну, кто выиграл от этого? Ну, выиграли те, кто под нас копал, может быть, да. А в итоге народ пострадал. Нас выбрал народ, тогда вот наш 32 депутата было, да. Нас выбрали, чтобы мы там делали, как говорится, то, что мы делали, хорошее для народа. И действительно, мы много сделали, а сейчас что происходит? Ничего не происходит. Поэтому мне было обидно. Я человек такой эмоциональный, может быть, я как в спорте, да, если у меня есть цели, к ней иду. Если у меня есть обида, я буду обижаться, но я недолго держу обиду, но всё равно это остаётся. Но вы взяток не брали? Нет, нет, нет. Предлагали? Нет. Мне не предлагали, вот честно скажу, если предлагали бы, я не брал бы. Нет, никогда брал. Не брал, я не беру, и не буду брать. Тем более, в наше время зачем эти взятки? Чужие деньги погода не делает. Ну, это вредит. Как говорится, Бог видит всё. Нет, не брал, честно скажу. И для меня, вот, например, какая-то разница между политикой и спортом, если можно сформулировать, в политике очень часто получается так, что сначала обещают, а потом получают. В спорте есть какая-то объективность, то есть вот человек сделал, и он получил. Вот как вы считаете, как спортсмен всё-таки, что можно сделать, переломить вот этот какой-то стереотип, потому что ведь действительно люди очень часто доверчиво попадают на какие-то обещания. Я понял вопрос. Просто не надо обещать то, что ты не можешь делать, и всё. Поэтому я говорю, у меня девиз, меньше слов, больше дела. Если я не смогу... Ко мне многие приходили, вот как вы говорите, взятки давали, не давали. Нет, они мне просто предлагали не то, что деньги, мне предлагали какие-то услуги, да. Я говорю, ты нам поможешь, мы тебе сделаем то-то. Не денежные. Я говорю, нет, ребята. Бартер такой. Да, бартер. Я говорю, нет, ребята, я вам не могу помочь, поэтому даже на эту тему мы не будем продолжать. То, что если я могу помочь, я говорю, да, я вам могу помочь, но мне от вас ничего не надо. Потому что я знаю, что он мне поможет бартером, как вы говорите, а я узнаю, что через день-два я известный человек. Меня тут же, как говорится, поставят на вид. И зачем мне это надо? Репутацию портить себе. Мне, своему брату, моей жене, всем моим, в моей семье. Для чего это? Ну, а ваши однопартийцы сейчас, они, на ваш взгляд, такие же принципиальные в этом смысле? Я думаю, что нет. А новенькие, которые, новенькие вы и новеньких, я про новеньких только знаю четверо, которые вы знаете, они мне больше симпатизируют, чем которые были, которые там остались. Новых, которые там у нас сейчас в партии, я не знаю, сколько у нас кандидатов будет, 36-40 кандидатов. Я многих из них ни разу не видел, может, и не знаю про них. Вот мы будем встречаться, только недавно, вот скоро, да. А про этих четверых я могу сказать, что я их знаю очень давно, и они мне симпатизируют. Я думаю, что мы с ними добьемся очень многого. Какие они, я сейчас не буду рассказывать, но разные, у них разные характеры, понимаете? И я только могу отвечать за себя, потому что, если я скажу про них что-то, а вдруг я ошибусь. Я с ними не живу рядом, да, они, может быть, в политике одни, а в жизни они другие, понимаете? Я за себя точно говорю, что я никогда не буду обманывать людей, если я не могу сделать. Как сейчас приходишь там кому-то, да, и он говорит, да, я тебе сделаю, завтра приходи. Я прихожу завтра, он говорит, ты знаешь, сегодня не получил завтра, это как в Испании, маньяна, приходи завтра типа. Нет, я четко говорю, я могу помочь или не могу помочь. И мне от вас ничего не надо, если я вам помогу. Все. Ну, ошибки были у вас, за которые, может быть, вам, ну, не то чтобы стыдно, но вот не сделали бы так сейчас. Все ведь люди ошибаются. У меня ошибки были, но не такие большие, потому что я не отвечал за то, что принимали решения другие, наши высшие чиновники. То есть я в Рижской думе отвечал за спорт, и я считаю, очень много сделано. Вот просто приведу вам простой пример. И вы знаете, такой Норд Маратонс, да, которые бегают по Риге, да? Да. А раньше, когда мы пришли в Рижскую думу, бежало где-то 5-7 тысяч. Я своим примером, я бегал на протяжении 20 лет эти марафоны, я и бегаю до сих пор, да, и вот сейчас бежит уже 37 тысяч по Риге. Не знаю, то, что мы сделали, вот вложили какую-то силу, энергию, я ходил в департамент спорта, там много чего мы прорабатывали, и я знаю этого, Норд, да, лично знакомый, Лену Прокопчук знаю, которая марафонка, мы с ними дружим, да, как бы и вот внес тоже как бы свою эпопею, да, туда или как бы туда, то, что я внес, да, и то, что сейчас бегают столько народу, я вижу, как они бегают, действительно бегут с энтузиазмом, это вот есть то, что я сам провожу в городе Риге арешной светки, если кто знает, то есть это да, мне дают финансирование, сразу говорю, Рижская дума, департамент, ну там маленький финансирование идет для того, чтобы провести этот праздник города Риги, я включен в программу города Риги, вот сейчас у нас в этом году будет 16 августа, я опять своим примером, я сажусь в лодку, грибу по каналу и показываю, что нужно заниматься спортом, то есть там больших денег нету, там просто дают тебе, чтобы ты заплатил за аренду, за аренду лодок, за медали, кубки, все, призы, но там это столько эмоций, когда люди приходят и бесплатно участвуют в этих соревнованиях, у нас сейчас в Риге проходит 85 мероприятий в городе Риге, праздник города Риги за три дня, то есть когда мы начинали Рижскую думу управить Ригой, там было 15-17 каких-то в празднике города Риги этих мероприятий, сейчас 85, даже мод 87 уже, я благодарен тоже Рижской думы и департаменту спорта, что мы включены в эту программу наш грибной вид спорта. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы пришли. Спасибо большое. Климентев сегодня был у нас в нашей студии. Спасибо вам всем. Удачи, здоровья.